У Камалы Харрис всё пошло наперекосяк. Её послали в Африку завести друзей. Ты уверен? У неё и дом-то не особо получается. Я не знаю, что... Она и наполовину там у них себя не проявила. Тут... Говорится, что во время тура вице-президента Харрис по Африке лидеры в Гане, Замбии критикуют США за антидемократическое поведение. Что ж, формулировка и впрямь не очень. Подожди. Антидемократическое поведение? А не, это по другому поводу. Да ладно, антидемократическое. Это про... Я понял. Ну да. Глянь на это. Этот парень, он... Лидер оппозиции в Замбии. Его зовут Фред Менемби. Это его речь во время визита Камалы Харрис. Это его речь во время... Её визита. Окей, готовы? Страна, которая свергла столько правительств в Африке, устроила столько госпереворотов в Африке и в других частях света, страна, которая убила столько наших лидеров в Африке и в других частях света, убийцы Патри Солумумбы, те, кто свергли Квами в Куруме, те, кто убили Нассера, те, кто убили Муаммара Каддафи, сегодня пришли учить нас демократии. Страна, основа которой грубая сила, порабощение других людей, унижение африканцев, эксплуатация африканцев, грабёж Африки, сегодня пришла учить нас демократии. Если вы не уважаете чужое достоинство, если вы не уважаете суверенитет других стран, то вы не можете называть себя главными демократами. Бэм! Это африканский стрим. Бэм! Они показали её хихикающей, пока он говорил. Да. Итак, он всё объяснил. Америка, вы империалисты. Вы убили столько наших лидеров, вы украли наши природные ресурсы, и вы теперь собираетесь учить нас по поводу демократии? Сэр, Камала Харрис ничего об этом не знает. Ещё раз, это с их официального твиттера, африканский стрим, где говорится, здесь нет одержимости Китаем. И вот, посмотрите, это из Ганы. Посмотрите, что он скажет по поводу Китая и Соединённых Штатов. Возможно, в Америке и есть навязчивая идея по поводу деятельности Китая на континенте, но этой идеи здесь нет. Китай — всего одна из стран по всему миру, с которой Гана взаимодействует. И ваша страна — одна из них. Практически все страны в мире дружат с Ганной. Это правда. Все в мире дружат с Ганной. И, по-моему, он сказал, что Америка — это ещё одна шлюха. Да, я увидел много стран, но... Это обидно. Ну, они сами говорили, что Гана наименее коррумпирована. Даже неолибералы. Угу. Так что трудно теперь выливать помой на Ганну. Сами неолибералы говорили, что она неплохо смотрится. Это не... Похоже, с Африки уже хватит Соединённых Штатов, особенно теперь, когда они развернулись к России и Китаю для заключения мира, для инвестиций в их континент. А, как они и сказали, Соединённые Штаты просто пришли и... поубивали их лидеров, вмешались в их политику. Ам... Помните это? Южноафриканский политик сказал, что заберёт Путина прямо с аэропорта, чтобы избежать ареста. Они не... Африка отворачивается от Соединённых Штатов. Россия списала 20 миллиардов долга африканским странам. А я думал, что мы надрали им задницы в конфликте на Украине и уничтожили их экономику. А их экономика так развалена, что они списывают 20 миллиардов долга Африки? Правда? О боже! Путин строит заново коммунизм! Ты просто берёшь и списываешь долг. Списывание долгов? Это коммунизм! Это называется моральный риск. Путин. А укрепит ли визит Хэрис отношения США и Африки? Вопрос задан в журнале Foreign Policy. Поможет ли визит Камалы Харрис укрепить отношения с Африкой? Они, конечно же, знали ответ на вопрос ещё до того, как закончили его печатать. Ну, только если хихиканьем Камалы Харрис. Поездка вице-президента — это попытка противостоять влиянию Москвы и Пекина на континенте. Хихиканьем, смехом. Вон она, как раз смеётся. Да. Это, кстати, надо заметить хороший костюм. Мне он вроде нравится. Вице-президент США Камала Харрис начала свой тур по трём странам Африки, приземлившись в субботу в Акри Ганна в качестве части своего визита, включающего остановки в Танзании и Замбии. На восемнадцатый и самый высокопоставленный чиновник, посетивший Африку в этом году. Таким образом, США хочет ослабить альянс между Россией, Китаем и африканскими странами. Ого. Мы уже пытались решить эту проблему при помощи Энтони Блинкина. И это почему-то не сработало. Помните, как они послали туда Энтони Блинкина? Мы начали прямо с крупного калибра. И, кстати, они высказали всё то же самое прямо ему в лицо. Несмотря на всё своё обаяние... Если мне кто-то и приходит в голову при слове обаяния, то это Камала Харрис. Сначала Блинкин, потом Харрис. Мы их прямо балуем. Она там пытается... Она столкнулась с тем, что с точки зрения африканцев надо отменить складывавшиеся годами отношения предыдущей администрации США, в виде недооценки стратегических отношений с этими африканскими странами. Но теперь посыл вашингтонских дипломатов в том, что внешняя политика США решительно сдвигается. От того, что традиционно было отношениями больше сфокусированными на безопасности, в сторону отношений сфокусированных на развитии. Что это значит? Медицинские эксперименты над населением похожи на то. Вау. Как бы то... Не было. Просто смешно, что у них Камала Харрис использует своё обаяние в Африке. А почему она не использует его здесь? Да. Почему бы нам не двигаться в сторону? Почему бы вместо того, чтобы сфокусироваться на безопасности, мы не фокусируемся на развитии? Есть определённый скептицизм со стороны африканских властей и населения. Многие понимают, что за этим оживлением этого интереса стоит конфликт, вспыхнувший между Россией и Украиной. Официальная позиция этих стран в том, что они ни на стороне ни России, ни Запада в этом конфликте. Ого. Правда? Вот когда они говорят, что есть определённый скептицизм со стороны африканских властей и населения, я думаю, они имеют в виду абсолютное недоверие. Я думаю, они это имеют в виду. Другие, вроде Южной Африки, даже сблизились с Россией и даже провели военно-морские учения, которые совпали с годовщиной вторжения России на Украину. Вот уж правда, выкусите. Исторические отношения, связанные с конфликтом, только всё усложняют. Можешь себе представить, Курт? Всё сложно, ребята. Всё сложно. В то время как Советский Союз поддерживал движение за независимость и борьбу с апартеидом, правительство США во время Холодной войны определило нынешний Африканский национальный конгресс как террористов. Всё сложно. Итак, Россия была на стороне независимости Африки, а Соединённые Штаты называли их Африканский национальный конгресс террористической организацией. Дело не в том, что нам нравился апартеид. Просто мы так ненавидели коммунизм, что нам было плевать, даже если есть альтернатива. Даже если апартеид нет. Это же не значит, что мы плохие. Правда? Но что... Это... Конечно же, мы сделали это. Конечно же, правительство США сказало, что они все террористы во время Холодной войны. Но я думаю, что они забывают, что Америка боролась с апартеидом самым серьёзным образом, Курт. Да. Выпустив «Смертельное оружие 2», разве не помнишь? Так что мы тоже причёстны к борьбе. Я согласен. Дэнни Гловер и Мел Гиббсон... Они помогали. Я только что осознал, что во время Холодной войны они называли... Манделлу называли террористом в то время. Да. А Бен Ладена борцом за свободу во всех газетах. Борцом за свободу. Именно. Прекрасно. Всё сложно. Всё сложно. В прошлом месяце африканские страны составили около половины всех воздержавшихся по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осудившей Россию. Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что такая история осложняет разворот слагавшихся десятилетиями отношений африканских стран с Москвой. Он подумал, что, может, дело в этом? Знаешь, когда африканцы заговорили о поддержке апартеида Америки, то я подумал, что это вот об аутизме. Да. Поговорим об этом, но не сейчас. Сейчас мы говорим о России. Послушай-ка это, Горд. К сожалению, к большому сожалению, Соединённые Штаты слишком уж поддерживали режим апартеида. И такое не забывается за один день. Понимаете, это процесс, сказал Энтони Блинкен. И для ускорения процесса мы захватим контроль над интернетом. Сколько... сколько ещё серий смертельного оружия нужно, чтобы решить эту проблему? Ну, наверное, ещё три. Мне нравится, как он говорит, что, к сожалению, к большому сожалению, Соединённые Штаты слишком уж поддерживали режим апартеида. Вот интересно, а есть ли сейчас в мире группы, которые Соединённые Штаты слишком уж поддерживают? Она не приходит на ум. Я... я... я ещё не видел ни одной. А... Постой-ка, может, нацисты... На Украине? Итак, этот парень выступал перед Фредом Мемембе, лидером Зомбийской социалистической партии. Но он говорит, что его страна играет ключевую роль в крестовом походе Соединённых Штатов против Китая. Они тут в Африке не для демократии прав человека. Они преследуют свои геополитические интересы. Они преследуют свои экономические интересы. Это не для нас, а для них, сказал Мемембе. Да... да ладно. Если взять кого-нибудь, кто считает, что Америка должна везде влазить, то они такие, ну, такова ситуация, мы должны что-то делать. Так вот, это люди, с которыми вы должны что-то делать. И вы думаете, что они будут согласны на это? Кур, что хорошо для США, то хорошо для демократии. Это да, мы и есть демократия, да. Исторически Соединённые Штаты и Европа смотрели на Африку через призму того, что она проблема, которую надо решить. В то время как Китай, сфокусировавшись на торговле, стал крупнейшим партнёром региона. Итак, когда Соединённые Штаты смотрели на Африку как на проблему, исторически это значит, что мы убивали их лидеров, когда нам заблагорассудится. Да. Вот что это значит. Это проблемы, и мы их решили. Это проблемы. У нас тут проблема, которую надо решить. И я не буду это показывать, но это было тогда, когда, по-моему, в прошедшем августе туда приехал Энтони Блинкен. Когда это было... Да, в августе. Когда приехал Энтони Блинкен, они говорили то же самое. Она была там. Это Налетти Пандора. Она министр иностранных дел и сотрудничества Южной Африки. И она сказала то же самое. Мне даже показывать не надо. Что ж, всё очень непросто для ком... Надо признать, что у неё непростая задача развернуть к нам народы Африки. После того, как мы убивали их лидеров и делали с ними всякое. Но всё равно посмотрим, что будет дальше. Удачи, Камала. Надеюсь, твой смех поможет. Субтитры создавал DimaTorzok